Субтитры создавал DimaTorzok Ты моя сладкая Эй, ты морду Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте Поболтушки перед бритьем Нет, сегодня ничего серьезного не будет Похоже, что все серьезные вопросы мы уже решили Будет пара-тройка вопросов, которые хотелось бы акцентировать Потому что там ребята реально классные вещи говорят Почему хочу сказать об этом именно по болтушках В аналах останется И каждый человек, который посмотрит Он смотрит взять это и намотать себе на ус Мне кажется, это важно Как ни крути мы с вами, кроме такого дружеского стеба Еще и библиотеку знаний по бритью делаем Так что это надо, надо Ну и начнем с несерьезного Но тем не менее приятного Сергей Оломовцев написал Зачем ты это сделал, Абдула Добил мое земноводное Созрел я наконец для покупки руки Еще как назло прогнал его с моим любимым лезвием Сергей Я уже частично объяснил в прошлом видео Что сам не ожидал После того, как вот там пару-тройку раз Рок и побрился Ну да, не ржавый Ну да, красивый Ну да, классно сделанный Ну да, без каких-либо таких вот Явных косяков, которые могли бы сказать Да за что там эти бабки платить Ну там по сути Ну есть за что бабки платить Потому что, ну во-первых, это фирма Во-вторых, сделан Нет, наоборот, сделан Не тривиально Во-вторых, фирма Ну а в-третьих Ну ценник определенный сложился То есть, да, конечно же Можно с определенным разнобоем взять Допустим, если ты берешь Здесь у нас или где-то там еще То есть это тоже будет иметь значение Но тем не менее Когда я его взял в руки Поставил, как ты говоришь Твоим любимым лезвием Которое тоже мне стало нравиться В последнее время Я подофигел На самом деле подофигел И вот сам для себя я его открыл Вот в те первые разы Сколько там год назад Я его даже не понял нифига А вот сейчас я его реально открыл Оно мне реально понравилось Он мне реально понравился И, кстати, вот тут еще один вопрос На эту же тему есть Чтобы сразу пророку все соврать Роман недоступен Ром Рем Каким-то раньше был на форуме Пишет Кстати, Вадим Как ощущения от R95 Например, по сравнению с 89 или 34C Для меня они слишком мягкие Может и есть смысл взять Не R95, R96, насколько я знаю Но не суть По крайней мере я понял, о чем мы говорим Это про руку Ром Я не знаю Как твоя вселенная По ощущениям складывается Моя складывается Следующим образом Вот из тех двух танков Которые ты привел Для меня самый мягкий 34C HD Он настолько мягкий Что Я толком Знаешь До такого Уверенного дельфина Я им выбриться-то не могу Даже если острые лезли Я ставлю Все равно Где-нибудь Какая-нибудь Зараза да останется Я могу ее убрать Но это надо будет скоблить 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 На хрена Казебаян Короче Забил Хотя сам по себе Станок 34C HD Мне Ой, как нравится Такой сбитый Знаешь Такой бульдуш Что-то вот есть в нем Такое Вот по кайфу Блин Брил бы он На 3-4 ступени Поагрессивнее Вот Для меня бы Цены бы ему не было Но Увы Ах А вот следующий Поагрессивности После 34C Для меня идет уже 89-я голова Хотя Международная таблица Которую все Ну Принимают Как основную Потому что Другой-то нет Нифига Она говорит наоборот Что 34C Агрессивнее Чем 89-я Насколько я понимаю У меня Наоборот Если по той Что бы ты взял Может быть Все-таки Пикколо Фотипы Они разные Они разные Вот С этой Моей позиции Которую я Чувствую Сам Для себя Я не пропагандирую Я просто описываю Свои ощущения Для меня То Он даст Великолепное Чудесное Бритчо Просто Замурчательное Фотип Фотип Мне кажется Он Не то чтобы злее Он как-то более Легковетренный Такой легкомысленный По сравнению С Рокой Что-то вот В нем Мне знаешь Кажется Такое Кстати Сейчас пришел Один на обзор Можем Кстати Сравнить В одном обзоре Прогнать Раз уж Они одну Классификацию Занимают То есть И тот И другой И Фотип И Рока Они Между 41 И 89 Головой Официально Вот Если будет интересно Скажите Мы их оба На обзор Поставим И пополами Там Тын-тын Так и прогоним Возможно Это как-то Поможет тебе Сориентироваться Вдруг получится Так что Пикало Фотип Не так уж И далеко Ушли от Рока И там тебе Тогда вообще Все руки Развязаны Хочешь не ржавый Ну тогда Продавай Живули Покупай станок Хочешь Фотип Ничего не надо Продавать Пошел Бутылок сдал Докупил себе Фотип Ну так-то Если разобраться Цена-то Все-таки Разная Конечно Вот Пороки Все ответил Сергей Брэндбон Написал Петушок кричит На заднем плане До птички поют Красота С праздником Христос Воскресе Сергей задал Такой интересный вопрос Который меня сам Волновит Дело в том Что Может быть Я ошибаюсь Я просто сейчас скажу Как я думаю Если я не прав У меня поправьте Дело в том Что та легкая музыка Которую я ставлю К бритю На самом деле Я так же Как и вы Считаю Что она вполне себе К бритю Подходит Все вот эти музыкальные композиции Там легкий джаз Там легкий блюз Там легкий рок Что-то вот такое Но они бесконечны И каждый раз Ставя Эту музыку На видео Мне почему-то Все время кажется Что вы это уже слышали И вам не интересно Я хоть и пытаюсь Все это как-то разнообразить Каждый раз Из разных папок Все это дергать Но к сожалению Партнерские компании С которыми я сотрудничаю Они не представляют Не представляют Того обилия Которого мне хотелось бы Я бы с удовольствием Ставил такую музыку Которой у них нет Я ее если поставлю То ютуб просто тупо Забанит это видео То есть элементарно Там От рекламы Его отключат Да и все А реклама Ну Хоть это 15 баксов Месяц Но это хоть что-то Если ставить Такую музыку То не будет вообще ничего А 15 баксов Ну вы можете На 12 месяцев Это ну Еще один микрофон Для канала К примеру Вот так Или допустим Там какая-то Оплата интернета Разбрасываться деньгами Я считаю тоже неразумно Отсюда вопрос Если допустим Вот то что Сергей написал Там петушок То есть все Пятое-десятое Если вы не против И такого сопровождения Тогда у меня Как бы больше поле Разнообразия появляется То есть я могу И природные звуки К этому всему Пристегнуть Если они вас Скажем так Не смущают Можно это делать На постоянной основе Можно это чередовать Допустим Там видео такое Видео такое Видео такое Видео такое И в тягостне будет И разнообразие какое-то Вот в этом вопросе У меня нет понимания И то что Сергей написал Ну для меня Чуточку важнее Чем может показаться На самом деле Потому что Если вы скажете Нет Ну одна дверь Возможности На канале закроется Буду смотреть Только в сторону легкой А если вы скажете Блин А что Давай Нормально То начну еще И в этом направлении Рыть Тем более Это было бы здорово И классно Потому что Все эти природные звуки Они никак не регламентируются То есть я еще Ни одного пения козла Или петуха Или там гром грозы Или шум прибоя Или там Морской бриз Не слышал Чтобы Ух Стопэ пацан Это авторские права Ну-ка Дай-ка сюда денег Нету такого Нет Море оно и есть Море Оно все эти АП Авторские права Посылает куда подальше Идите нахрен Я сам по себе То есть вот как-то так Очень интересно Ваше мнение Что скажете Эти самые Звуки природы Пристегиваем Или Нафиг нафиг Вот Вот Что вы думаете А это Сергей Владимирович По поводу микрофона Раде И Его предупреждение О том Что Вадим Ты даже если дорогой Возьмешь Не факт Что он будет звучать Так Как тебе хочется Как тебе нравится Тут я не совсем согласен Дело в том Что Раде НТ-USB Но это не значит Что я не услышал Я услышал Я просто хочу сказать К чему я пришел По итогу Я очень хочу Раде НТ-USB Я больше чем уверен Рано или поздно Он появится на канале Почему У этого микрофона Ряд положительных качеств Которые нельзя не заметить Во-первых Это кто бы его ни брал У всех положительные отзывы Отрицательных практически нет Возможно Это вследствие того Что австралийская компания Как бы следит за своим качеством И старается делать хорошие вещи Возможно Это в знак того Что там какие-то специалисты Такие супер-пупер собрались Которые вывели компанию Достаточно быстро Но такой известный уровень То есть Раде Это уже практически Синоним качества Возможно Из-за того Что она делает Более лучшие вещи За определенную цену Чем делают Те же другие компании Например Аудиотехнику возьмите Ни один Ни два Ни три человека Подтвердили Что Аудиотехника За 11 тысяч Микрофон 20-20 Это не совсем то Что Раде Предлагает за 14 Вот этот USB Он попроще Намного проще И Плюс ко всему Еще хотел бы сказать Что USB Это уже решает Многое То есть Мне на компьютере Не нужна Отдельная Мощная Какая-то Супер-пупер Двуковая карта То есть Микрофон Сам решает Все эти проблемы А он Не только для вокала Хотя в основном Конечно для вокала Но еще и для подкаста То есть Для Существ Разговорного Жанра Ну Для пиздоболов Пересмешников Извините Это как раз То о чем я сейчас говорю То есть Основная Это вот Бла-бла-бла Это вот Как раз Туда куда надо То есть Мне для Поговорить Он и нужен А он как раз Для этого есть Одно Единственное Оно 14 косарей Ну От 12 до 14 Это сейчас Не та сумма С которой я готов Расстаться Которую я располагаю Тут Потребуется Какое-то время Месяц Два-три Может какое-то Там Полгода Чтобы поднатужиться И собрать Эту сумму Пока же Звук-то хороший Все равно Нужен От него Никуда не уйтись И Тут я Повернулся В ту сторону Которая Раньше Уже у меня была Но Тем не менее По ряду причин Я ее забросил Это Петлички Но Хорошие петлички Один из примеров Сенчайзер Двоечка Взял его К сожалению Ничего с ним Хорошего не получилось Он у меня валяется Пришлось отпилить Там гайку Потому что Он для радиосистем В принципе Это штекер Там вот этот Который есть Беспроводных Предназначен И чтобы он Нормально заходил Убрал Эту гребаную гайку Не привело Ничему хорошему Звук из него Даже вот На тот записывающий Который у меня Есть Тоскам Но так себе Сейчас Все звуки Пишутся На Sony Стерео Они более-менее Устраивают Но Сенчайзер Тут конечно Увы и ах Но перед этим Был аудиотехника Беспроводного Этот Петличный С батарейками Конденсаторный Вот Тот Заразу Звук давал Шота-ля-ля Одна беда Качество Гомнище Полное Неделя Две-три Провод Начинает Заюкиваться Вначале Помехи дает А потом Вообще Просто звука Бамс И нету И все Микрофон Бамбезный Провод Днище Полное Вот как так Можно сочетать Красавицу Чудовище Я не понимаю Но это вот именно По этой причине Этот микрофон Чертям пошел И сдал обратно Где я его брал В ДНС Это не остановило И сейчас решил Опять к нему обратиться Дело в том Что когда я покупал Аудиотехнику Вот эту Петличку Она стоила Что там За три косаря Там Три с половиной Три восемьсот Ну то есть Достаточно Приличные деньги Сейчас что-то В этом мире Перевернулось И этот микрофон Можно взять За две сто Что я и сделал Но дабы подстраховаться Я аналогичный Микрофон Взял боя И теперь По крайней мере На ближайшие месяцы У меня все тылы Прикрыты И я не буду переживать Что я не смогу До вас донести Какую-то информацию В хорошем Нормальном Звуковом качестве Единственная беда Это остается Стрим Там Гнезда на компьютере Блин Через попу На лиценовой панели То есть Микрофон Она не различает Есть Мысль Забраться С задницы Ну то есть Если на переднице Не работает Если у меня Удлинитель Попробовать С той стороны Что-то сделать Потому что Тот микрофон Который есть На камере Он сам по себе Так Себе Но А чтобы Более-менее Нормально Вам было все видно К камеру Нужно относить Подальше Звук вообще Теряется То есть Ни в звезду Не в красную армию Поэтому Сейчас буду пытаться Что-то там Через удлинитель Что-то делать Был бы этот Раде Вопросов бы не было В USB Воткнул Настроил Поставил Подключил Все Иди разговаривай С людьми Но Это пока Вопрос Далекого будущего Вот Извиняюсь Что-то подробно Николай Шариков Такое сообщение Написал Вадим За поздравление Благодарю На вас смотрят Люди Человеки Различных религий Святая Пасха Это у православных 8 апреля У католиков было 1 апреля Но Эдгар Подгора Он у нас католик Я его уже поздравлял Но видимо Моя ошибка состояла в том Что я только его поздравил Так как он у нас поляк Он у нас в Польше Где сейчас проживает Не знаю Может быть в Германии Может еще где-то Но видимо Надо было всех поздравить И Я присоединяюсь еще К одному Очень хорошему человеку Которого зовут Игорь Ярошенко Он у нас с Украины Человек просто вышел Всех поздравил Там такое теплое Поздравление Что я даже Представить не могу Это сколько у человека На душе Вот этого Добра Вот этой теплоты душевной Игорь Спасибо тебе огромное И я тебя тоже Да и пацаны Наверняка Парни Тоже тебя поздравляют Так что Всем нам добра Счастья 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 И пускай у нас Всегда все будет хорошо И пофигу какой вы Религии Пофигу чего вы Где вы И как живете Ребята все равно Везде есть мужики Нормальных еще больше И все они бреются Вот это я считаю Что самое главное Так что Всех со всеми праздниками Атеисты Ребята Вы тоже люди Хотите Первое мая празднуйте Хотите Девятое Нет Что у нас там еще есть Двадцать девятое февраля Не Ну это редко Раз в четыре года Ну тогда двадцать третье А че Нормально Вполне себе А че у нас двадцать тридевятого Ну по-моему нет ничего Че сказал Александр Гладченко Это Я к Александру отношусь Как Нетривиальному Человеку Неординарному Чрезвычайно Порой Зараженного Скепсисом И Местами Пофигисту Местами Прям скрупулезному До Ну тошности Что ли Как-то вот так То есть Вот в каждой В каждой этой штучке Может разобраться Но тем не менее Те вопросы Которые он задает Те комментарии Которые он оставляет Иногда позволяют Посмотреть на один И тот же предмет Но уже с другой стороны Который ты уже И думать-то забыл И в этом комментарии Произошло примерно То же самое Потому что Александр пишет Вадим А ты пробовал Тэшки облиться После пены Из баллона Попробуй Непередаваемые Отчучения Там пацаны Вот и Глеб Завартнев Андрей Тэ Наставляли Своих комментариев И только после этого Я вспомнил Что да Действительно Было когда-то такое Я брился пеной Действительно Я и гелем брился И да Действительно Сейчас Если взять Известных людей Допустим Тот же самый Олег Бритва Или кто там еще Они на мыло Все забились Пробором Они до сих пор Пена моя Все Вшик-вшик Сам для себя Я это Классифицирую Так Кто как хочет Тот так и хохочет Тоже Каждый Хохочет Как он хочет Это во-первых Во-вторых Если человеку нравится Что в этом плохого Вот нравится ему Допустим Делать маникюр Не слева направо А справа налево Ну и режь себе Сиди там Нравится не Маникюрными Ножничками Допустим Ножницами По металлу Ну что тут Сделаешь Ну у человека Ногти такие Ну что Ну пускай Этим режет А кто-то вообще Может забить Пойти на наждаке Ногти обрезать Ну пожалуйста Если рук не жалко Можешь и так делать Я почему это говорю Потому что на пену Я забил Ребята Забил Давным-давно Еще в те времена Когда я на кассетах сидел Я с пены Спрыгнул И перешел на гель Я гелем Смого пользовался Наверное По той причине Что она мне тогда Уже казалась Сухой И беспонтовой То есть Вот каждый раз Когда я вот это вот облако На себя наносил Я не чувствовал Той отдачи Которую я ждал Той обратки То есть Сейчас купаться буду Ага Такое ощущение По чавкающему Чему-то идешь И вот толку нет Если хотите Если в принципе Вам это интересно То да Можно такой эксперимент провести То есть Ну что мне В лом что ли Ну пойду Балон возьму Я не знаю Любимой-то осталось Или нет Потому что Ну как бы Я ее уже на мыло посадил Да Да Вон она На этом На розочке сидит И вот ее Помозочек Она Прошлась Перебрала все помозки Которые у меня есть В наборе Себе отжала Сказала Все Иванов Забудь Это мое Ну кто же Любимой женщиной Будет спорить Я точно нет Поэтому Если хотите Я пойду Этот баллон возьму И попробую Побриться с этим баллоном Ну так Почему бы нет Ну что из этого Будет я хз Я не могу сказать Андрей Ты задал вопрос Честно сказать Я не знаю Как к нему даже Относиться Здравствуйте Давно пришел в голову Такой вопрос Чем все равно То что молодые парни Которые пользуют Кассетник Не бреются До тех пор Пока щетина Не отрастет Значительно Андрей Я не знаю Я вот пытаюсь Себя в этом возрасте Вспомнить Ну во первых Я вообще начал Бриться Только в армии До армии я не брился А в армии Хочешь не хочешь И дуй У тебя вот 15 срыл Один станок И стоишь Там холодной водой Себя Хозяйственное мыло Офигать А когда уже На гражданке Это наверное Требования были К самому себе Какие-то Несколько другие Я не думаю Что это связано Как-то с кассетником Потому что Как только я вернулся С армии Первое время Я сидел на биках Они тогда были Как-то в более-менее Доступе Это было 85-86-87-е года Проблем с ними Не было Он что пошел Пачку 5 штук Или 10 штук Взял И горе не знаешь Это потом они Стали пропадать Какой-то такой Знаешь Я брился Когда знал Что у меня Какие-то лямуры Тужуры будут И дабы девчонок Не царапать Вот тогда я брился А если Как-то вот такого Приключения Не планировалось То да Мог как-то И забить На все это дело Вот это я точно Помню Те же периоды Когда вот эти Лямуры Тужуры Происходили Каждый день Там выбора Не было Брился каждый день То есть Ну как-то Вот так То есть Женщины Их отношение К этому вопросу Вот тогда это регламентировало Мою чистоту бритья Как у остальных пацанов Ну я тут не могу сказать Это наверное все-таки У них нужно спросить Хотя честно сказать Вопрос-то интересный Кто как Из молодежи Относится к этому вопросу Как часто бревется И чем руководствуется Или Женщинами Как я в молодости Или Профессиональными Какой-то Этикой Ну допустим Там на работе Нельзя появляться Небритом состоянии Или еще что-то А если студент То как в институте На это дело Смотрят То есть Вот тут я Это молодежь Надо спрашивать Так что молодежь Всех стран Отзываетесь Чего Об этом думаете Вот тоже интересно Глеб Заварцев Очень интересную Идею подал До которой В принципе Это должен был Додуматься Каждый нормальный Из нас с вами Как мы сами До этого не доперли Фиг его знает А Глеб допер Глеб допер И написал Об этом не поленился Глеб огромное Тебе спасибо За это Респект и уважение Ребята Вопрос-то с катлом И с тобой пробка Решается На самом-то деле Элементарно И то что Глеб пишет Это святая правда Это же просто Если у вас уже есть Готовая пробка Если вы время от времени Испытываете Все-таки затруднения С тем что Вы когда затыкаете Водух там подпирает И вам приходится Что-то там Выгибаться Как-то Самое элементарное Вот он Глеб и написал Берется Сверлится пробка Вставляет сюда Трубочка И я бы тут Наверное Пожалуй добавил Можно даже Не трубочку Я бы просто Пошел Зубная палочка Ушная палочка Она внутри пустая Отверстие таково Что воздух-то выйдет А вода Хрен Не пойдет Капиллярный эффект Ее не пустят Она просто Элементарно Не будет выходить А когда вы закрываете Эту пробку Воздух выйдет Никуда не денется У него капиллярного эффекта Нету То есть Вот Вот такой вопрос И все Ваш скаттл целый У вас никогда не будет проблем С закрыванием Вашего скаттла Отличная идея Глеб Спасибо Киегиус Задал Такой Несколько Неожиданный Даже Совсем Неожиданный Вопрос Вадим Можно бриться Слегка Ржавым Близи Я даже Подрастерялся Парни Я не знаю Как у вас Но у меня Отношение К ржавчине Всегда было Одно и то же То есть Как бы Это Но и она Потому что Ржавчина Окислометалл Вот эта вся Фигня Но это Не предел Мечтаний Если все это Попадет в кровь То что там Дальше будет И вовремя Если рану не промыть То это Ному богу Известно То есть Ну заражение Как минимум Там как понесет Как разнесет Зачем это надо Ради чего Собственно Это неужели Настолько Жесткий Дефицит Лезвий Что он даже Ну хрен с ним Ну блин Ну ладно Ржавый Но я все равно И побреюсь Да нет же Конечно Это Я не знаю Значит по-моему Везде эти лезвия продаются А даже если они В округе не продаются Но интернет Еще никто не отменял Ребята там В теме уже Очень хорошо ответили Там порассказывали Много всяких историй Но если у вас Есть что добавить А я знаю Что медики То среди нас Точно есть Ребята Можете Квалифицированно Ответить Чтобы это осталось На видео И чтобы уже точно Молодежь Которая приходит Бритье Не забивала себе Вот этими вопросами Голову А знала точно Что нет Это плохо Это нельзя Вот Медики Кто квалифицированно Может сказать Чем грозит Человеку Если он Побреется Ржавым лезвием Или слегка Ржавым Какие последствия Приятные Или неприятные Могут его ожидать Почему я сказал Приятные Ну а хрен Может он мутантом Встанет Будет как человек Пал Пим Пим Пил И там Я знаю Прецедентов нет Хотя нет Почему В Голливуде Так были Но тем не менее То есть Что его ждет Так если Без хохма Этот веселый вопрос Будет последним Теперь уже Что тянуть Пойду подзаряжу камеру А то у меня Маленько уже Подустало Ну и Бритю Бритю А бритю Обещает Быть Королевским Пошли Бритю